Субтитры создавал DimaTorzok После дозаправки американским топливом стали резко терять высоту Начальник делегации генерал Чага, летевший следом на военно-транспортном самолете Вынул из кармана комбинезона иконку Божией Матери И что есть силы, возмолился к ней о спасении Когда мы готовились впервые с нашей делегацией посетить Соединенные Штаты Америки По приглашению первого тактического крыла на авиабазе Ленгли Времени для подготовки было очень мало Решение было принято буквально за полтора месяца до этого визита И вот здесь, в этой обстановке, в процессе подготовки и так далее У нас были очень тесные связи с нашим архимандритом, отцом Петром Когда мы ему объяснили и довели эту обстановку, что такое нам предстоит мероприятие Он в первую очередь говорит, что я хочу вас благословить на этот полет И вдруг в шлемофоне генерала раздались голоса летчиков Товарищ генерал, двигатели запустились Мы набираем это Но так получилось, что в этой ситуации мы оказались одни Потому что F-15, который нас сопровождали, оставили Нам самим разбираться с техникой И мы, как два планера, начали снижаться и запускать двигатели Запуск все-таки произошел Произошел уже на достаточно малой высоте То есть уже решение было о том, чтобы покидать самолет И все-таки двигатели начали запускаться В общем, в этой сложнейшей ситуации Мы не только как бы спасли двигатели То есть самолеты наши, двигатели запустились Но и сами, в общем-то, лишились вот такого позорного момента Ну, сами понимаете, первый визит Соединенные Штаты Америки И вдруг два советских, два российских истребителя Над территорией Америки Ну вот, потерпели аварии За день до полетов летчикам вручили крестики И иконки Божьей Матери И, как это обычно бывает, в самый тяжелый момент Божья Матерь явилась заступницей усердного рода христианского И помощницей беспомощных После возвращения, когда я рассказал отцу Петру, что с нами произошло Какое событие и как мы вышли с этого положения Вот, он еще раз подчеркнул, говорит Вот видите, я не зря вас благословлял На успешное решение этой задачи И молились мы тоже за вас Для того, чтобы вы успешно решили эту задачу Все шло по плану, как и должно было быть До января, до 3 января 88-го года У нас спецназ «Чайка» был зажат в горах А там было около 20 десантников на высоте 2700 Нашли мы их почти сразу Из боезапаса у них осталось только 3 факела И каждому примерно по 5-6 патронов Из 20 человек 5 было убиты и почти все были ранены Сесть мы не смогли, потому что глубина снега не позволяла Вертолет завис 2 Ми-24 баражированы на прикрытии Мы опустили трап и спустились по ним Ребят как могли подняли, пересчитали по головам А на войне считают только по голове Потому что часто бывает рук и ног нет И пошли к себе на базу Но когда вертолеты заходили на посадку Над своим аэродромом На четвертом развороте Одна из двух душманских ракет Попала в несущий винт Другая Хвостовую балку Вертолет теряет управление Падает на свое железное поле И подрывается Самый живой оказался я Потому что летал у носового пулемета И сидящий сзади борт техника Обхватил меня руками Ему упали на кучу наших ребят И вот этот смягчающий удар В общем-то и облегчил мне Все состояние И в какой-то степени спас жизнь Шлем был разбит Я выполз на минное поле И вот здесь я что хочу сказать Вот есть такое понятие Ёкнуло сердце Вот это состояние В большей степени знакомо только женщине Матери Жене Моя жена, находясь от меня За тысячи километров Внезапно почувствовала за меня беду И она начала мысленно Наспех, как она сказала Вот ей сердце подсказало Написать молитву И ее начать читать Потом, когда мы впоследствии сравнили То это была молитва Похожая на очи наш И результат был Настоящего чуда Я примерно в течение 15 минут Ходил по минному полю А плотность заминирования 40 сантиметров мина И ни разу не подорвался Во время одного из боевых вылетов Группа Николаева Была блокирована душманами в горах Спасения, казалось, нет Бойцы заняли круговую оборону И приготовились Дорого отдать свои жизни Мы залегли ромашкой Нога к ноге Убитых ребят положили крест-накрест Пересчитали боезапас Определились, кто кого добивает На тот момент, если вдруг у самого на это сил не будет Повтыкали перед собой штык-ножи И стали ждать И вот лежим 5 минут, духов нет 10 минут, духов нет И вдруг Произошло следующее Мы все В крови Грязные Стали шепотом друг у друга На ухо просить прощения Что, Лёха, ты помнишь Я тебя тогда-то обидел Ты прости Жить осталось секунды Лисашка, ты помнишь Я у тебя что-то взял и не вернул И ты прости меня И вот пока мы Пока у нас шло вот это примитивное покаяние Произошло Следующее Духи прошли мимо нас Почти наступив на нас И нас не заметили Такова сила покаяния Это такова сила прости И когда вот это происходит в семье И в личных отношениях Тогда по-иному складывается наша жизнь Мимо проходит та беда Которая происходит где-то и с кем-то В случае какого-то неповиновения И неприличного отношения друг к другу Осенью 87-го года Командованием была поставлена задача Провести операцию по ликвидации Известной группы афганских душманов Под названием Черные Аисты Костяк бандформирования Составляли смертники Физически великолепно подготовленные И обладавшие Профессиональной разведвывочкой Предстояло выбить противника С места постоянной дислокации Нанести ему как можно больший урон И если удастся Захватить главарей банды И вот прежде чем взлетела основная группа Туда вышла группа на разведку И два вертолета были сбиты Они упали оба воры Нос в хвост Летчики как могли там Навязали противнику бой И стали нас ждать Мы находились в режиме баражирования И оказались на их месте Примерно минут через 20 И вот душманы дали возможность нам сесть И как только мы приземлились Тут началась стрельба Как мы потом примерно посчитали 8 пуль на квадратный метр Ходьбы там не получилось никакой И как потом все рассказывали Что можно было придвигаться Только методом пляски Вот перепрыгивая на одном месте Не задерживаясь И даже двух секунд На одном шаге Взлетел Майданов Он стал выполнять роль Такого маятника Не садясь Чтобы хоть каким-то образом Избежать попадания в свой борт Остальные вертолеты Он отогнал в сторону Мы стали собирать наших ребят И когда всех погрузили Начали считать Оказалось, что одного нет Конечно, у каждого человека Бывает различное состояние души В этот момент Некоторые У двоих там началась истерика Начали кричать Отходим Сейчас нас всех тут перебьют Но как это правило бывает Это все описано Более подробно И вот здесь произносят То, что произносят Майданов Абсолютно тихий Спокойный голос В прямом эфире Или все взлетаем Или все остаемся Три человека Я, батя И еще один Выпрыгиваем с вертолета И ищем этого парня Оказалось, что он В нескольких метрах Обнял валун ворыде Его обхватил И дико хохочет Он сошел с ума Как мы его не пытались оторвать Ничего не получалось Поэтому его пришлось оглушить Забросить на город Нас там оказалось 27 человек Высота 3,400 Взлететь по вертолетному Не получалось И поэтому взлетать Майданов принимает решение По самолетному Влево и вправо От клонения Примерно 3 метра И лопасти касаются Уже скалы И вот здесь произошло такое Духи перестали стрелять Они понимали, что мы не уйдем Потому что разгон Примерно было метров Пятьдесят И дальше пропасть Метров 600 И тут Майданов Начинает спокойно Набирать разбег И как только мы На секунду С недолетом До края полосы И вот этого обрыва Едва оторвались От этого грунта Вот эта дорожка Закончилась И мы стали В определенной степени Где-то около метров Наверное 50 Сваливаться Пропеллеры Как он потом сказал Видимо встали В баронку И там наступила Такой момент Что у многих Изо рта пошла слюна Кровь Потеря сознания Но все-таки Выровнялись И мы ушли С этого места И вот за этот подвиг Майданов получил Звание Героя России А те, кто там участвовал Получили ордена Погиб Николай Майданов 29 января 2000 года В Чечне Где ему была поставлена Задача Высадить группу спецназа В зону действия Ваххабитских боевиков Однако сразу после высадки Стало понятно Что отряд попал в засаду Под мощный Перекрестный огонь бандитов Но за сутки Перед тем, как уйти в Чечню У него случилось такое Я очень хорошо знаком С его женой Татьяной Она говорит Николай примерно За сутки до Убытия в Чечню Задумался и замолчал Что за ним редко бывает И вот завтра Говорит ему лететь В 6 часов у них Уже отъезд из гарнизона Он говорит В 3 часа ночи просыпается Садится на кровати И говорит Таня, пойдем сегодня покрестимся Они были некрещены Оба казахи И они с Казахстана И они пошли и покрестились За сутки до ухода в Чечню И вот когда вот этот момент Произошел То видимо В этом был божий промысел И сила Майданова в том Что когда он забирал свой спецназ В него попадают 2 пули снайпера Одна в сердечную сумку И одна Вторая пуля Перебивает шейные позвонки И вот в этом мертвом состоянии Он еще управлял бортом В течение 15 минут И когда убедился Что уже все спасены И никому не угрожает опасность Находясь в воздухе Передал ручку управления Правому пилоту И на руках у бортехника В небе умер За этот подвиг Майданов получил Второе звание Героя России А я вас попрошу помолиться За его жену Татьяну Которая сейчас находится В тяжелом физическом состоянии Со второй группой инвалидности Понятно, понятно Нет, они будут на этих же позициях Просто наблюдают Вот там уже больницы Да, и просили Чтобы в больницу Обстреливали В ночь С 21 на 22 февраля 2000 года Российские войска Штурмуют Грозный Чеченские боевики Ожесточенно сопротивляются Штурмовая группа Капитана Мэншина В составе 15-го Мотострелкового полка Вклинилась в район Грозного Черноречия Сейчас все, которые мы взяли быстро Зачистили И тут, вклиниваясь между пятиэтажек Вот так пятиэтажки стоят Огненная стена нас встретила Первый этаж Пулеметчики Третий этаж Снайпера И пятый этаж Расчетов Увешен Такие огненные стены Штурмая группа, конечно, залегла И тут, что, делится Штурмая группа на штурмовые десятки Заходят в подъезды И зачищать начинают пятиэтажки Вот Коль, такой боец у меня был Старший, младший сержант Никифоров Вот он был ведомый в штурмовой тройке В штурмовой тройке Делится ведомый ведущий направляющий Вот И вот он ведомый был в штурмовой тройке И вот они два этажа зачистили А на третьем этаже он увлекся В атаке Ну, так бывает в полубой Увлекся, базе И вот он отстал А нужно в контроль держать В перспективе зрения Обязательно каждый из себя Ведомый ведущий направляющий Называется, тройка А он на третьей забегает Значит, ну, как Мне это, как бы, простой Ногой там, причем Вбиваешь дверь Автомат на вскидку Эвку Чуку выдергиваешь Кидаешь В квартиру Эвку Она детонирует Кого там ранит Потом заходишь Прострел делаешь И добиваешь А у него эвки закончились Для зачисток Он только выбивает дверь Прострел делает В кухню Очередь Автомата И за стену прячется Раз ответа нет Ну, вроде чисто Он раз заходит туда И дверь Слева В комнату Автомат на вскидку Вот так вот Ногой правой тоже И так успел перекреститься И на лбу Вот это пояс Живой в помощь Справа Воскресенье Бог Слева Живой в помощь Севышний По центру крест В Снеград Вот в лучах слава И он Влевая дверь И ногой Становится в комнату То есть Как и выбивает дверь Автомат на вскидку Так и становится в комнату И нога А Так Город открывает И душа Раз огневой позиции С окна Поворачивается И упор Три метра От него до него Три метра А он целит Своему в лицо Игорь только глаза Успел закрыть Иисусову молитву Прочитать И выстрел Очередь Три пули Попадает ему в топ И рикошет От пояса Живой помощь Он под действием Вот этой ударной волны Падает На пол Ведом ведущий Подоспели Ну шар По ногам Пострелили Оглушили прикладом Автомат Отбросили Раз Коля подходит Ну ты че Разлегся Давай нам еще Два этажа зачищем Они говорят Ребят Че у меня Мулаши Тут вешает Пойдем Вперед Два этажа зачищать И он Зачистка Прошла Удачно Все Мы взяли К 12 часам Черноречия Так удачно Я говорю У меня Два трехсотых Только было Два раненых Вот в моей штурмовой Голубке Двести пятьсот Бойцов И Коля идет Ко мне Подходит Точнее Ко мне И говорит Никирфов Он Мастер-зан И рассказывает Мне историю Я вот Вроде 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 Верующий человек Прости Господи Я правда Не знаю Какой-то Верующий человек Но тогда Засомневался Что такое Может Ну это явная Просто Невероятность Вот И Я так молча Его выслушал Думал Муж Контузило Парня Просто И он Такой Бред Православный У меня пошел Вот И он Это самое Я говорю Ну хорошо Значит Калюнь Да Уже вечер был Завтра С утра Я тебя нахожу И мы идем В этот пятиэтаж Покажем А сам мыслью Про себя Рассуждаю Значит По закону Баллистики Пуля Когда 5.45 Попадает В преграду Соприкосновения Если она Под углом летит То она Рикошетит 45 градусов И в объекте Куда она Рикошетит Она должна Оставлять Свои следы То есть Пули там Пули должны остаться А справа От Коли Была стена Значит Ровно на уровне лба Эти три пули В расстоянии Несколько сантиметров Друг от друга Они веером Так вот расходятся Они должны быть В стене Я ему не сказал А сам подумал Об этом Я думал Если он говорит правду Значит я должен Найти эти пули И вот Поднимаемся Мы на утро приходим Я такой Нисколько Не сомневаюсь В том Что я прав Что он на самом деле В каком-то Бриду православном Находится Я такой уверенный Я говорю Фома неверующий Прости мне Господи До ужаса Парни Прости Боже Новосерный И вот я Поднимаюсь С ним Коли Говорю Ну этот Значит Какой Ну этот Этаж Квартира Эта Да Ну заходи Где ты стоял Он Вот эта Комната Вот В духе Кровь Осталась Еще от ног От раненого Чеченца Вот Я говорю Ты где стоял Вот Я говорит Здесь стоял Я такой Молча Веду взгляд С ног Я так Молча С такой У меня Легкомыслие Такой Безверие Я так веду взгляд На уровне лба И вправо Так На уровне лба И вправо И у меня глаза Прямо так По 5 рублей И вижу Три пули торчит На стене И у нее Ровно Прямо на лбу Вот в расстоянии Как пули 3 метра Вылетают Они так вот Веером расходятся Три вот так Три шишки На лбу И на поясе Живые в помощь Три царапинки Одесский Присаживайтесь Присаживайтесь Вы тоже садитесь Сейчас Присядем Ваше имя Дмитрий Валерьевич Вы заместитель Я заместитель командира дивизии Нет Я Прямой заместитель Первый заместитель Строевая Да По боевой подготовке А по воспитателю Вот Николай Алексеевич Вот я ваше внимание Хочу предложить Выдержку Выдержку Из проповеди Славянских просветителей Святых Роноапостольных Кирилла Мефодия Вы приняли бесценный дар Святое православие Храните его Если вы Остапните Верия православной То вас Одолеют враги ваши И вы станете Их рабами Это прежде всего Касается народов Принявших Заветы Христианского И сохранивших их До наших дней Поэтому Слова Славянских Учителей Целенаправленно Звучат Для Великороссов Малороссов И белорусов Вот Кто сегодня Является Стержнем И оплотом Славянства И православия Православие Это не набор Определенных молитв Обыщев И преданий Это еще не все Православие Это царство Божье на земле Которое О котором сказал Господь апостол Оно Несравнимо Ни с какими Другими Духовными Состояниями Православие Это дух Дух Христов В России Особенно устройство Особенно устройство Жизни Режим Уклад Определенный Настрой мышления По своему Менталитету Характеру Быту И психологии Русский народ Не похож Ни на какой Другой народ Мира Наши Святые земли Исходили И Исколесили Англичане Французы И немцы Все были В 17 веке Английский путешественник Горсей Автор записок О Москве Писал Я не знаю Где я был Я там Ничего не понял Ибо Инославным Умом Англиканским Немецким Или каким Нему другим России Не поймешь Ее нужно Понимать Сердцем Духом И душой Как и Бога Умом Не постигнуть Невозможно Уральские горы Или Карпаты Чудный Днепр И великую русскую Реку Волгу Описать Можно А русскую Душу Невозможно Осмыслить Вот какая Мистика В православии Как-то Василия Иван Север Иван Сене Расставался Всю войну Хранил Где бы Вы думали В партбилете На Украину Западную Украину Немцы Раз Вычислили Радиоперехват И определили Место Находение Во штаб И так Начали Работать На штабе Понимаете Он оказался Не в укритии Почему-то Уже некогда Был Стоял Молился Вот стоя Прямо И все Ливень огня Пури Все прочее Вот эти Шурмовики Как у нас Ли-2 были Некуда было Там Спастись Вообще Остался жив И штаб Сохранился Вот так Видели Это Икона Божьей Матери Называется Достойная Есть Из Ахона Вы знаете То есть Полуостров Греции Где находится Православный Монастрий Это Так сказать Центр Мекка Православия В Греции Это Оттуда Вы понимаете Достойная Икона Привезена Давно уже Несколько Икон Вот так А для личного Сустава Чтобы С собой Несили Вы поняли Это мы Раздадим Да Это А те Раздать Вы знаете Что Несаморяд Не упадет Солдат Если Будет Читать Псалом Если Даже Парашют Не раскроется Живой Приземлится Господь Посадит Вот так Разбвет Разбъйте И покоряйте Зак Я послами Бог! Услышите до последних земли! Я послами Бог! Могущие покоряйтесь! Я послами Бог! Пощебо паки возможите, И паки повеждений будете! Я послами Бог! И ежащий совет совещеваете, Разорит Господь! Я послами Бог! И слова ежащего с глаголите Не прибудет в вас! Я послами Бог! Страха же вашего не убоимся, Не же смутимся! Я послами Бог! Господа же Бога нашего того! Посвятим! Святой будет нам здрав! Я послами Бог! И упомая буду на Него, И спасуся им! Я послами Бог! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Я послами Бог! И ныне, и присно, и во веки веков! Аминь! Я послами Бог! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу!